все уже садимся в машину садимся в машину и уезжаем кстати здесь вай фай тоже нету вай фай здесь тоже нету это какой-то ужас ну все садимся раджешь дети у нас сзади сидят дети дети поздоровайтесь пьяна челонья а 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok 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 Дело acquainted субтитров DimaTorzok Дело Cynthia Дело quéuba Дело 2 Осталось, что ели яirmi Такое, что я из Figales Субтитры делал DimaTorzok О, как красиво Что такое Наксалиты? Для меня это террористы, это местные группировки, то есть это люди, которые родились здесь, живут они в горах, прячутся, можно сказать. Против них не выступает никто, нам сказали, что они показательно убивают, допустим, тех людей, которые пытаются их сдать или указать на них. Наксалиты не хотят, чтобы телевизуализация пришла в этот район, в эту местность, сами видите, местность такая очень глубокая, деревенская, поэтому места здесь очень нетронутые, девственные. Здесь трудом можно купить даже хлеб, поэтому сами понимаете, никаких Макдональдсов, KFC, моллов или каких-то больших магазинов. Все дни нам пришлось удовольствоваться деревенской едой, которая, конечно же, была очень жирной и жареной, и которую я не очень люблю, и когда я сказала, что хочу каких-нибудь пасты, спагетти или пиццу, надо мной начали все смеяться. Ну, зато большой плюс в том был, что все овощи и фрукты были местные, то есть сами выращивают сельчане, все чистое, органическое, настоящее, то есть суперфуд. Еще хочу добавить, что в этой местности автономное электроснабжение, солнечные батареи, экологически чистая энергия солнца, поэтому электроснабжение в этом районе ни от кого не зависит. Мы как раз говорим о том здесь, что наксолиты, поэтому и не хотят, чтобы этот район развивался, потому что они хотят сохранить его экологически чистым. С одной стороны, я думаю, это хорошо, но с другой стороны, я должна сказать вам, что люди показались мне очень и очень бедные в этом районе. Это место настолько опасное, вот я вам рассказывала там по дороге, что здесь есть террористы. Террористы это коренное население, которые здесь живут, и они не хотят, чтобы... Вот весь Дзягдалпур это вообще-то как считается как заповедник, да, вот. И они не хотят, чтобы он развивался. Вот именно эта дорога, которую мы сейчас проезжаем, здесь убили очень много политиков. Здесь съехали в машине политики, и их увидели, и их убили просто, прямо вот расстреляли. Поэтому это место вот реально, оно очень опасное. И вот наши мужчины мне рассказывают, что вечером бы мы сюда просто даже не приехали. Вечером бы мы сто раз подумали, прежде чем сюда вообще заехать. Поэтому мы днем вот сейчас едем, и побыстрее назад. Побыстрее назад в Дзягдалпур. А что это за город, Раджу? Бастар, Бастар. Бастар, это area, как какая-то местность, скажем так. А вообще это как полностью Дзягдалпур считается. Будем опаздывать, да? Так вы же говорите, Раджа, что опасно здесь оставаться после темноты. Да ладно. Оставаться здесь еще опаснее, не знаю. Я бы не хотела здесь оставаться. Я не хочу здесь оставаться однозначно. Почему не берешь, говорю, очки? Видишь, сразу отщуришься. Смотри, у тебя будет морщина, как у меня, Яна. Вот мне тоже всегда говорили с детства, не морщинься. И видишь, теперь у меня вот такая морщина. И у тебя она уже сейчас тоже есть. У тебя будет потом такая морщина, как... Ну, это сейчас тебе так кажется, а потом будешь, как я. В общем, приехали мы уже в Данте-Нвара, да? В Данте-Нвара. В Данте-Нвара. Я не знаю, Данте-Нвара. Данте-Нвара, Данте-Нвара. Приехали мы уже в Данте-Нвара. Ну, названия, конечно, такие. Для меня не всегда я могу выговорить просто, скажем так. Поэтому, вот, доехали мы, конечно. Кстати, дороги были обалденные. И вот этот Данте-Нвара, вот этот городок, оказался очень даже развитый городок. Дороги просто классные. Настолько классные. Мы не доехали, мы долетели вообще за полтора часа. Ну, здесь, как обычно, возле храма в Прошад. Вот это все то, что потом мы для богини отнесем, как пожертвование. Ну, что ты взял? Два. Взяли Прошад, взяли то, что отдадим сейчас. Как называется богиня, Раджу? Данте-Нвара. Данте-Нвара. А? Правильно-то говорю? Данте-Нвара. Нет, Данте-Нвара. Данте-Нвара. Чтобы правильно будем, когда молиться, когда будем просить у нее что-то, мы правильно должны произносить ее имя. Кроме того, считается, что это очень сильный храм, очень-очень сильный. Ну, вот написано, что нельзя, нельзя снимать камеру, нельзя снимать здесь. Уже сразу запрещают нам снимать. Посмотрим, дадут ли хотя бы немножко что-то заснять, как всегда. Посмотрим. Ну, пока хоть немножко, может быть, успею вам что-то заснять, показать. Если пока еще никто не остановил. Красиво внутри, конечно, все чистенько. Кустики такие аккуратненькие по всем сторонам. Мне сказали, что этот храм очень сильный. Вот Раджиж говорит, что считается, что все, что ты здесь попросишь, оно сбывается. Ну, посмотрим. Хотя у меня, если честно, нет ни в голове, вот нет никакого такого серьезного желания. Яночка, ты уже подумала о том, что ты будешь загадывать? Что ты просить будешь? Я даже не знаю, что просить. Я даже не знаю, что просить, честно. Что просить? Что это значит? Хорошо, ты проси все, что ты хочешь. Для тебя и... Хорошо, я поняла, хорошо. Хорошо, попрошу. Ты тоже за себя проси, Яна. Надо самой за себя просить, понимаешь, всегда. Разбуваемся. Я не знаю, с мобильниками я смотрю, вот все. Не знаю, что она мне говорит, если честно, не поняла. Лежит на полу. В Индии иногда такие странные люди встречаются. Индийцы вообще, они, мне кажется, они могут лежать и сидеть где угодно. На любом полу, на любой земле. Мы сюда пришли, чтобы помыть руки. Руки, как бы считается, надо мыть обязательно. На, разве ж, подержи мою камеру. Ты что, снимаешь меня? Устанавливаешь что-то здесь. Не знаю. Еще один колокол устанавливает. Интересно так. Каменные такие. А где? Где папа сказал, гандеш варит мата? А здесь тогда кто? Я даже не вижу, если честно, здесь нет света. Поэтому я даже не вижу. Кто здесь? Ну, это вот ганеш я вижу. Интересно так. Все статуи сделаны из камня. Такая дверца маленькая. Дальше я смотрю. Смотрите, как интересно. Видно, что очень старые эти все. Храм Дантешвари является хинду-темплом. Архитектура индуистского храма, завершенный в 14 веке. Этот храм является очень сильным. Он считается. Мне сказал муж, что люди, которые приезжают сюда специально, чтобы что-то попросить, считаются, что это исполняется. Также этот храм является памятником многовековой истории и традиций. Назван в честь богини Дантешвари. Внутри храма все было сделано из камня. Довольно необычная архитектура, нечасто встречающаяся в обычных построенных храмах в Индии. Обычно люди, посетившие этот храм, не спешат уходить из него. Ведь энергетика этого храма очень сильная. И обычно люди сидят и медитируют. После того, как мы сделали Даршан богини, мы тоже посидели некоторое время в храме, на полу, немного помолились. Мне очень повезло. Я снимала мало и прятала камеру, и меня никто не остановил. Вот как раз то, что я показывала вам плакат, там было написано 1000 рупий штраф за то, что снимать на камеру. Но я уже не новичок, и мне удалось немножко заснять для вас буквально пару-тройку минут. И вместе с нами у вас есть возможность получить благословление богини. Ну, мы, получается, как вернулись опять в храм, потому что мы вышли, а наши мужчины там сидели. И мы к ним вернулись. Ой, как жарко, как горячий, какой пол. Плитка здесь, плитка здесь постелена, поэтому очень... Они нам не дали, да, так? Нет. Нет, придется самим вытягивать, да? Раджиш, аккуратно. Очень трудно. Давай, я хочу прошать. Это прошат. Мне тоже, да, Яночку. А нельзя у них попросить, чтобы они ножом или чем-нибудь? Ммм, вкусно. Свежий прям каконат, кокос. Прям сладкий. Класс. Я обожаю кокосы вообще, нравится мне. Ну, Раджиш, пошел, хочет попросить, чтобы они нам его выдолбали оттуда, потому что мы не можем, не можем вытянуть его. Попроси, пусть ножиком или чем-то, есть же у них что-то, чем они открывают. Ускорникался, как-то я бы, я не коленирую, амнок, с этого. Камень, камень не горячий, Раджиш, плитка всегда горячий. Вот на камень стань здесь. Вот, да, на камень стань. Камень не горячий. Берез котвора никого, да? Я сказала ему, разве сейчас он раздает им мало, вот эти потом нам вытянет. Он им дает что-то из цветов мало, какие-то. Сейчас вот видите, как берут обычно здесь такой вот прошат. Женщины берут или в полусаре, или тогда чуни свое, вот так. Здесь тоже кто-то спит. Вытянул? Ты же мне давал 10 рублей, не было там. Не, я деньги вообще все номеры забыла. Ну да, в принципе, мы же пожертвовали. Потому что этот такой молоденький прямо. На, Яна. Хочешь нам? Аккуратно только ешь там эти твердые, эти тоже попадаются. У тебя эти брейсис. Класс. Когда такой молоденький кокос, вообще очень вкусный. Он сладкий, такой как кокосовое молочко, прям вкусом. Ну и что теперь, Раджиш, куда мы еще пойдем? Я же тут, наверное, что-то интересное, а? Куда пойдем? Тут сама дорога нам заняла. В принципе, Даршан сделать быстро очень мы, за 10 минут. И вышли уже. Ну, Раджиш пошел поменять деньги, потому что здесь очень много сидят, сидит просящих, инвалидов, бедных. Поэтому Яна сейчас хочет раздать всем, пойти денежку. Поэтому Раджиш хочет поменять, ну, как мелочь, по 100 рублей, по 50, чтобы были. Видите, здесь тоже сидят, возле входа. Если, если раздадим, то всем одинаково раздадим, конечно. Все-все, Яночка, приходи. Они начинают тогда больше просить, понимаешь, больше рассказывать. Дала-дала, сколько посчитала нужным. Ты не показывай им лишние деньги в руках, потому что они тогда просят больше. Все, все-все, пошли, Яно, пойдем. Папе отдай обратно. Если давать, то всем одинаково давать, понимаешь. Не так, что одной 100 рупий, одной 200. Блин, очень жарко вообще. Мы рассчитывали на холодину, мы купили себе фрути выпить. Кстати, даже вот этот пайпик, да, как сказать, трубочка. Даже трубочка сделана из бумаги. Холодненькая глаза.